Снова время новостей на нашем телеканале. В студии Олеса Корях. Здравствуйте. Для начала узнаем о главных событиях дня. Украинский консул в Бельцах отстранен от должности и подозревается в изнасиловании 17-летней гражданки Молдовы. Депутаты и дальше будут получать повышенные зарплаты. Почему выплаты народным избранникам не изменятся, узнаете из новостей. Смертельный вирус все ближе к Молдове. В румынском Галасе 13 человек, вернувшихся из Китая, поместили в карантин. Менее чем за три месяца Таракли превратится в самый освещенный город на юге страны. Работы стартовали сегодня по инициативе политической партии ШОР. А теперь все это и многое другое подробно. Начнем с громкой новости. Украинский консул Молдовя может быть замешан в преступлении. Как заявила 17-летняя девушка, проживающая в Бельцах, ее изнасиловали вечером 4 февраля. Одного из преступников полицейские задержали на 72 часа, второго отпустили из-за дипломатической неприкосновенности. Из ответа Министерства иностранных дел Украины на запрос украинских СМИ следует, что в заявлении об изнасиловании, поданном гражданкой Молдовы, фигурирует имя консула Украины в Бельцах. Поэтому молдавские власти попросили его не покидать страну, пока идут следствия. Также МИД Украины подтвердил факт отстранения консула от работы агентству «Интерфакс Украина», не называя фамилией. Однако известно, что эту должность в Бельцах занимал Александр Старожук. В этом статусе он фигурирует на сайте консульства. Продолжаем выпуск. Два прокурора по борьбе с коррупцией, Лилиан Рудей и Дарин Копман, уволены по собственному желанию. Информацию нашему телеканалу подтвердила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру. Отставка работников системы юстиции произошла после проверок, проведенных в прокуратуре. Пресс-секретарь Генпрокуратуры отметила, Лилиан Рудей уволен 27 января на основании приказа Генерального прокурора Александра Стайногла. Что касается бывшего исполняющего обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Дарина Компана, он освобожден на должности 7 февраля. Мы попытались получить комментарий у уволенных прокуроров, однако Дарин Компан отказал нам, а Лилиан Рудей не ответил на звонок. Я исполняю свои обязанности, я не комментирую и ничего не говорю. Дарин Компан был назначен на должность прокурора антикоррупционной прокуратуры в 2007 году. В сентябре 2019 он стал исполняющим обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. На эту должность его предложил иоген прокурора Думитру Робу. В декабре Дарин Компан вернулся на должность прокурора по борьбе с коррупцией. Лилиан Рудей работал прокурором в антикоррупционной прокуратуре с 2005 года. Напомним, в декабре генпрокуратура объявила о проверках в прокуратуре по борьбе с коррупцией и прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Проверки касались оценки деятельности учреждений, начиная с 2016 года и по настоящее время. По их окончании Александр Стояногло заявил, что предложит некоторым сотрудникам покинуть свои посты. Ранее подал в отставку и прокурор по борьбе с коррупцией Евгений Рурак, который в последние месяцы руководил делом бывшего председателя Высшей судебной палаты Иоанна Друце. Несмотря на все изменения и работы по модернизации в аэропорту Кишинева, а также намерение нового бенефициара инвестировать в воздушную гавань 200 миллионов евро, социалисты хотят расторгнуть действующий договор о концессии аэропорта. Более того, депутат от ПСРМ Влад Батринч утверждает, что бенефициаром аэропорта по-прежнему является лидер политической партии Шор, депутат Илон Шор. Вице-председатель парламента и депутат от ПСРМ Влад Батринч заявил, что договор о сдаче Кишиневского международного аэропорта в концессию должен быть расторгнут согласно решению суда. Правительство полностью поддержало рекомендацию парламента обратиться в суд с тем, чтобы договор был расторгнут. Мнение своего коллеги по партии разделяет исполнительный секретарь ПСРМ Василий Боря. Насколько я знаю, Министерство юстиции официально подало запрос на рассмотрение дела в суде. Оба социалиста заявляют о том, что председатель политической партии Шор и их коллега по парламенту Илон Шор по-прежнему управляет делами аэропорта. Как вы думаете, Илон Шор все еще стоит за руководством аэропорта? Скорее всего, так и есть. Точно. Я думаю, что это должно быть связано. Если компания Авианвест, связанная с Илоном Шором, до сих пор управляет делами аэропорта, значит, они связаны друг с другом. В то время как социалисты настаивают на расторжении договора концессии аэропорта, оппозиции утверждают, что Игорь Дадон на самом деле хотел бы передать воздушную гавань российским инвесторам. Более того, ранее глава государства говорил, что после того, как аэропорт вернется в государственную собственность, проведут конкурс, по результатам которого будет решено отдавать его в новую концессию или нет. Участвовать позволят инвесторам из России. Президент заявлял также для СМИ, что работа с российскими бизнесменами была бы более привлекательной для властей Молдовы. Молдовские эксперты бьют тревогу. Политолог Виктор Жук написал, что Игорь Дадон намерен вернуть государству одну из самых прибыльных компаний, чтобы затем передать его важному человеку из его окружения, который работает в России. По словам политолога, это цитата «явно политический и геоэкономический партнер». В то же время некоторые аналитики предупреждают, что если правительство добьется расторжения договора о концессии, Молдове придется отвечать за это в международных судах, где страна рискует потерять огромные суммы в виде штрафов. Кроме того, страна лишится и контроля над воздушной гаванью. Кишиневский аэропорт по решению властей был передан в концессию более шести лет назад. Компания-инвестор «Авиаинвест» обязалась вложить в предприятие 244 миллиона евро. Документ предполагает концессию на 49 лет. При заключении контракта руководителем «Авиаинвест» был председатель политической партии «Шор» Илон Шор. Начиная с 2013 года, ему удалось радикально изменить и перестроить главный аэропорт страны. Уже реализованы проекты по улучшению инфраструктуры на сумму 96 миллионов евро. Кишиневский аэропорт был номинирован на звание «Лучшего аэропорта Европы» – одно из самых престижных званий в мировой гражданской авиации. Новый владелец «Авиаинвест» российский бизнесмен Андрей Гончаренко заявил, что вложит в предприятие более 200 миллионов евро. Недавно он подал в премырию Кишинева пакет документов для того, чтобы договориться о строительстве нового терминала. Илон Шор гораздо ближе, чем многие могут думать и, как и прежде, активно занимается делами партии «Шор», которую возглавляет, а в скором времени может провести пресс-конференцию в Кишиневе. Об этом в эфире одного из частных телеканалов заявила вице-председатель политформирования и депутат Марина Таубер, добавив, что партия «Шор» намерена выдвинуть кандидата, который поборется за кресло главы государства на предстоящих президентских выборах. По словам Марины Таубер, лидер политической партии «Шор» и депутат Илон Шор может в ближайшее время лично ответить на вопросы журналистов в Кишиневе. По словам вице-председателя партии, глава политформирования предпочитает не появляться в публичном пространстве, потому что все еще существуют риски для его жизни и здоровья. Я заявляла это неоднократно со всей ответственностью, и мы, его команда, убедили его не появляться в общественном пространстве до тех пор, пока нет внутренних и внешних гарантий того, что нет никакого риска в отношении его безопасности. Также Марина Таубер заявила, что партия «Шор» намерена представить своего кандидата на пост президента Молдовы на выборах, которые должны состояться в этом году. Депутат рассказала, что имя претендента пока не разглашается, но Илон Шор принять участие не сможет, так как не подходит по возрасту. Если бы не было возрастных ограничений, Илон Шор, конечно, был бы кандидатом от политической партии «Шор». Это очевидно, этого требуют люди, но существует дискриминация. И если есть такая проблема, мы подготовим для всех очень интересный сюрприз и, безусловно, сделаем все возможное, чтобы президент страны был со стороны партии «Шор». Мы будем активно бороться за это. Также, по мнению Марины Таубер, в случае досрочных парламентских выборов политическая партия «Шор» сможет добиться гораздо лучшего результата, чем тот, который получила в феврале 2018 года. Зарплата депутатов не будет снижена. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику, отметив, что исполнительная власть не примет просьбу социалистов, которые сначала проголосовали за повышение заработной платы парламентариям, а затем передумали и теперь требуют понижения. Мы пытались получить комментарии от представителей ПСРМ, но в пресс-службе партии не ответили на наши звонки. Ион Кику также заявил в интервью изданию «Зиарул Национал», что не стоит переписывать закон о бюджете много раз, поскольку понижение оплаты труда возможно только летом. Премьер назвал заявление депутатов от ПДС, цитата, «бредами и спекуляциями». Накануне парламентарии от ПДС заявили, что не голосовали за эти надбавки, а решение было принято по соглашению демократов и социалистов. Мы связались с депутатом от ПДС Серджио Литвиненко, который заявил, что слова премьера относятся не к его партии, а к социалистам Игорю Дадону. С начала этого года зарплата депутатов увеличилась почти на 4000 леев, достигнув 18 тысяч. Произошло это после того, как депутаты всех фракций одобрили повышение. Ветераны вооруженного конфликта на Днестре и войны в Афганистане грозят протестами, если им не вернуты льготы, которые были отменены на протяжении нескольких лет. Они утверждают, что сейчас получают лишь ежемесячное пособие в размере 300 лев и пользуются правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Всем вам, кто находитесь у власти, должно быть стыдно перед детьми и потомками, что довели до нищеты не только страну, но и нас, ветеранов, которые за нее воевали. Мы организуем протесты и будем бороться до тех пор, пока государство не выполнит свои обязательства перед нами. Ветераны требуют право на бесплатные лекарства, путевки в санатории, бесплатное лечение в реабилитационных центрах, новые пособия и земельные участки под строительство. Список требований будет передан в правительство и парламент после общего собрания ветеранов, которое состоится 8 февраля, где планируется сформировать единое движение ветеранов Молдовы. Советник премьер-министра Виталий Драганчо заявил нашему корреспонденту, что накопленные за долгие годы проблемы не могут быть решены немедленно. Для этого необходим рациональный подход, в том числе со стороны ветеранов, отметил Драганчо. Продолжаем выпуск. Обвиняемая в шпионаже экс-топ-менеджер компании Интерао Карина Цуркан снова отправлена под арест. Об этом сообщает портал РБК. Постановление об ее освобождении СИЗО было принято апелляционным судом Москвы 16 января в связи с тем, что следствие не передало защите Цуркан материалы для ознакомления в положенные сроки. Однако второй касационный суд пришел к выводу, что нарушений со стороны следствия не было. Карина Цуркан свою вину не признает и через СМИ обратилась к Владимиру Путину, попросив независимого расследования ее дела. Решение об освобождении Карина Цуркан обжаловала Генеральная прокуратура России. Ходатайство суд рассматривал в закрытом режиме. Судьи согласились с доводами заместителя генпрокурора о том, что решение об освобождении обвиняемой из-под стражи было принято существенными нарушениями уголовно-процессуального закона. В постановлении говорится, что причина, по которой Карину Цуркан освободили из СИЗО 16 января, неверна. И обвиняемая не ознакомилась вовремя с материалами дела не по вине следователей, а потому что ей не передали документы ее защитники. Обвиняемую вновь взяли под стражу в зале суда. Карина Цуркан была арестована в июне 2018 года и провела в СИЗО более полутора лет. Экстоп-менеджер компании Интеррао обвиняется в передаче секретных сведений Службы информации и безопасности Молдовы, которая затем якобы передала их НАТО. По версии следствия, Карина Цуркан была завербована в 2004 году. Подозреваемая не признает вину и утверждает, что не имела доступа к гостайне и правительственной переписке. В интервью изданию РБК после освобождения из-под стражи в январе Цуркан обратилась к Владимиру Путину с просьбой о независимом расследовании ее дела. Далее поговорим о волнующейся сейчас всех теме распространения коронавируса. Число людей, у которых обнаружен новый тип вируса на круизном лайнере Diamond Princess, состоящем на карантине в японском Иокагаме, выросло втрое и достигло 61-го, сообщает Министерство здравоохранения Японии. По данным ведомства, на судне только за последний день еще у 41-го человека тест на коронавирус показал положительный результат. Ранее сообщалось от 20 заболевших. Все зараженные будут доставлены в медицинские учреждения Токио. Между тем, жертвами смертельного заболевания по всему миру уже стали 638 человек. Общее число зараженных, с учетом инфицированных в 28 странах, составляет свыше 31,5 тысяч человек. Большинство из них в Китае. Лайнер Diamond Princess, который отправился в круиз 20 января и должен был его завершить 4 февраля, продолжает находиться в двухнедельном карантине. На сегодняшний день на борту выявлен 61 случай заражения среди 273 человек, которых тестировали в первую очередь, поскольку они либо непосредственно контактировали с зараженным китайцем, ранее сошедшим на берег в Гонконге, либо у них были обнаружены первичные симптомы заболевания. Как сообщается, все заболевшие эвакуированы с судна и отправлены на лечение в японские медучреждения. Всего на борту круизного лайнера находятся свыше 3700 человек. Их обследование продолжается. Напомним, на Diamond Princess находятся и два гражданина Молдовы. Они официально трудоустроены и являются членами экипажа. При этом, как сообщил накануне глава МИД и Молдовы, признаков коронавируса у наших соотечественников не обнаружено. По последней информации, от нового вируса уже погибли около 670 человек и более 30 тысяч человек заражены. Болезнь затронула 28 стран, в которых выявлено около 300 заболевших. Один житель Филиппины и один житель Гонконга погибли. В соцсетях появилось видео из Гонконга, на котором отснята огромная очередь, состоящая из тысяч человек. Как сообщается, большинство из них простояли всю ночь, чтобы приобрести защитные медицинские маски. И в продолжение темы. 13 человек, прибывших в румынский город Галац из Китая, находятся в карантине. Речь идет о пяти гражданах Китая и восьми гражданах Румынии. Управление общественного здравоохранения города Галац изолировало пассажиров, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом. Несмотря на риск, до 6 февраля санитарные службы соседней страны не объявили об этом публично. Пассажиры прибыли из Китая еще 29 января. Ни одного из них пока нет признаков заболевания. Однако, как предусматривает процедура, они находятся дома, уточнили в Управлении общественного здравоохранения города. Вернемся к новостям внутренним. В Молдове резко подешевели бензин и дизельное топливо. Цены практически вернулись к показателям середины января, когда было объявлено об их серьезном повышении. Сегодня на АЗС Молдова бензин подешевел на 30 банов, а дизельное топливо и жиженый газ до 40 банов. Сейчас стоимость литра бензина с октановым числом 95 составляет от 18 леев 42 банов до 18 леев 55 банов. Вчера эта цифра была 18 леев и 80 банов. Стоимость литра дизельного топлива уже не превышает 16 леев и 40 банов в сравнении с 16 леями и 70 банами накануне. А газ стоит от 10 леев 45 банов до 10 леев 55 банов за литр. Ранее его стоимость доходила до 10 леев 87 банов. Это уже второе понижение цен за последнее время. Так, почти неделю назад они снизились на 20-25 банов. Таким образом, стоимость бензина и диз топлива почти вернулась к прежнему уровню. Напомним, в Молдове в середине января нефтепродукты подорожали в среднем на 70 банов, а сжиженный газ на 1 лей и 20 банов. После этого несколько депутатов назвали рост цен злоупотреблением и антиконкурентным соглашением со стороны нефтяных компаний, поскольку мировые цены на нефть снизились. После этого было объявлено, что цены на топливо снова будут устанавливаться Национальным агентством по регулированию в энергетике. Заместитель директора по маркетингу муниципального предприятия «Аутоселубритати» Михаил Багас был принят на работу без конкурса и с многочисленными нарушениями законодательства. К таким выводам пришли муниципальные советники Кишинева. После обсуждения было принято решение рекомендовать руководству предприятия не продлевать контракт с Багасом, который был нанят на испытательный срок в один месяц. После этого Михаил Багас сам объявил, что уходит в отставку. Обсуждения в муниципальном совете Кишинева проводились по инициативе советника от политической партии «Шор» Сергея Бургуджи, который был озадачен тем, что муниципальному предприятию понадобился заместитель директора по маркетингу. По словам чиновников, Михаил Багас был нанят для внедрения новых технологий. Используются современные технологии с приходом господина Багаса на данное предприятие. У меня возникает ощущение, что до сих пор вы работали как-то примитивно. Не использовали современные технологии – компьютер, ксерокс, сканер. Другие муниципальные советники поддержали коллегу, придя к выводу, что директор предприятия Еуджен Аксентьев превысил полномочия, создав новую должность. Кадровые изменения в муниципальных предприятиях могут проходить только по инициативе муниципального совета Кишинева. Был ли публичный конкурс, любой механизм отбора кандидата на эту должность – собеседование, письменный тест, компьютерная проверка знаний? Или это была более сложная процедура? Мы говорим о государственных деньгах. Предприятие «Аутосалубритати» находится на самоуправлении. Мы зарабатываем деньги, предоставляя санитарные услуги. Это не бюджетные деньги. Ваши доходы – это деньги мунсовета. Ваша прибыль – муниципальные деньги. Если деньги не потратили на Багаса, они возвращаются в муниципальный бюджет. Мунсоветники также отметили, что Михаил Багас не выполнил основного условия, необходимого для трудоустройства. У него нет опыта работы не менее трех лет в этой сфере. В итоге советники предложили подать в суд на директора предприятия «Аутосалубритати» за нарушение законодательства. Мы имеем право по регламенту протокольно рекомендовать вам исправить вашу ошибку. Вы его назначили с испытательным сроком на месяц. Пожалуйста, с позиции сомнения и жителей города, и муниципального совета через месяц прекращайте с ним отношения. После обсуждений в муниципальном совете Кишинева Михаил Багас на своей странице в соцсети объявил, что принял решение подать в отставку. «Советую не радоваться тем, кто так этого добивался. В ближайшее время я выйду с пресс-конференции, на которой расскажу в деталях о сложившейся ситуации вокруг предприятия, необходимости должности, которую я занимал, и скоординированности данной атаки на меня, дабы скрыть правду». На должности, которую занимал Михаил Багас, он получил зарплату в 17 500 леев. И это при том, что водители, работающие на предприятии, неоднократно жаловались на низкие зарплаты и плохие условия труда. Назначение Михаила Багаса вызвало недовольство в обществе, а в Кишиневе по этому поводу даже организовали акции протеста. Жители Ханчешт надеются, что новые парламентские выборы 15 марта принесут изменения к лучшему в их городе. Люди говорят, что пойдут на выборы с надеждой на лучшее будущее, чтобы проголосовать за профессионала, который будет представлять их в парламенте. Несмотря на то, что жители населенного пункта пока мало знают о потенциальных кандидатах, все как один хотят, чтобы Ханчешты стали процветающим городом, таким, каким стал Аргеев. Хорошие дороги, вода, канализация, современные школы и детские сады – это лишь часть того, чего ожидают жители Ханчешт от депутата, которого они будут выбирать 15 марта. Именно поэтому они пойдут на выборы с надеждой, что народный избранник от их округа внесет свой вклад в развитие населенного пункта. Дороги – это главное, и воду должны провести в села. Безопасная инфраструктура в пригородах, так как мы живем и работаем здесь, поэтому мы хотели бы иметь хорошие дороги. Чтобы было чисто, чтобы дороги отремонтировали. Чистота – многое значит. В городе должны убирать. Мы поинтересовались у жителей Ханчешт, кому они больше всего доверяют. Мы уже видели, что партия Шур много сделала для Аргеева, и я думаю, что они многое сделают и для Ханчешт. Люди говорят, что уже решили, за кого голосовать. Особенно после того, как увидели, что председатель политической партии Шур, депутат Илон Шур, изменил жизнь аргеевцев к лучшему. Благодаря его проектам в муниципе Аргеев – самая развитая инфраструктура в стране. Кроме того, жители Ханчешт считают, что только команда политической партии Шур доказала, что жизнь в Молдове можно изменить к лучшему. У них есть дороги и много школ для детей. Мы видим что-то хорошее, оно лучше, чем в Кишинёве. Хотели бы вы, чтобы в Ханчештах произошли такие изменения? Конечно. Кто бы не хотел, чтобы это было? Аргеев прекрасен. Хоть я там и не была, но видела по телевизору. Я думаю, что будет хорошо, если население проголосует за него. Он введёт какие-то правила. И пока часть избирателей в Ханчештах знают, когда и за кого они будут голосовать, другие не заинтересованы в этом и даже не знают кандидатов. Я не знаю, я не могу вам сказать. А кто баллотируется? Нет, нет, я о политике не знаю. Вы не пойдёте на выборы? Нет, я и не ходила. Я не смотрю особо эти передачи. Я смотрю то, что нужно мне. Вы даже не знаете, какого числа выборы? Я ничего не знаю. Вас это даже не интересует? Вовсе нет. Почему? Потому что так есть. Парламентские выборы по одномандатному округу номер 38 в Ханчештах пройдут 15 марта. До сих пор в электоральной гонке зарегистрированы шесть кандидатов, один из которых и займёт место Александра Ботнаря, который отказался от мандата депутата. Отметим, кандидат от политической партии Шор Виталий Болинский уже зарегистрирован на выборах в Ханчештах по одномандатному округу номер 38. Вместе с ним за кресло в парламенте поборются Ион Мириуца от Демократической партии, социалист Штефан Гацкан и Олеся Стамати от партии Действий Солидарность, Владимир Цуркан от партии национального единства и Дарин Киртак от блока Униря. Напомним, выборы в одномандатном округе номер 38 состоятся 15 марта. А теперь о тех, кто уже активно исполняет свои обещания. На этой неделе исполнилось 100 дней с момента, когда по итогам местных выборов во главе муниципе Аргеев стал представитель политической партии Шор Павел Вережану. Нынешний примар обязался активно продолжать проекты, начатые его предшественником, лидером партии Илоном Шором. О том, что уже реализовано, что планируется сделать и как сами аргеевцы оценивают результаты 100 дней работы Павла Вережану, расскажем в нашем сюжете. 80% голосов за безоговорочная победа политической партии Шор на местных выборах в первом туре. Павел Вережану у руля муниципия. Это абсолютный кредит доверия. Когда-то аргеевцы доверились Илону Шору и лучшего кандидата, чем выдвинутый теперь уже почетным примаром муниципия, здесь себе и не представляли. Именно за преемственность голосовали тогда аргеевцы, а потому продолжение уже начатых проектов стало стратегической задачей для нового градоначальника. Если к 2015 году никто даже не мечтал об изменениях, сегодня, когда дороги заасфальтированы и освещены, люди хотят дальнейшего развития. Это также мотивирует нас сохранять темп, который взял Илон Шор в 2015-м. Под его эгидой мы продолжаем двигаться вперед. Итак, обо всем по порядку. Инфраструктурно-социальный бум в Аргееве начался в 2015-м году. В муниципии массово ремонтируют и строят новые дороги там, где их никогда не было. Эту работу планомерно продолжает и Павел Вережану. На новый уровень выходит и уличное освещение. Современные лед-лампы заменили старую систему, которая обходилась муниципию в разы дороже. Картина сегодняшнего дня Аргеев освещен на 100%, а за расход уличного освещения жители Аргеева не платят. В часы пик в городе работает бесплатный общественный транспорт. Продолжается благоустройство дворов и детских площадок, оселенение скверов и других общественных пространств. Модернизируются детские сады. Все эти проекты, инициированные когда-то Илоном Шором, продолжают свою жизнь. Были обустроены десятки игровых площадок во дворах жилых домов. В то же время я видел, что за эти годы отремонтированы два детских сада, номер 5 и номер 6. Мы все знаем известный проект «Социальные магазины», корни которого здесь, в Аргееве. В конце 2015 года появилось четыре магазина, которые впоследствии были открыты по всей стране. И теперь их более ста. В продолжение проект «Материнский капитал». С начала этого года пособия в 7 и 10 тысяч леев получили 54 семьи с новорожденными. С момента старта программы около двух с половиной тысяч семей. Не менее успешный и громкий проект «Молдова. Мой дом». В январе более 30 семей вернулись жить в Аргееве и получили статус репатрианта. А вместе с ним и полагающиеся льготы. Благодаря программе по возвращению соотечественников на родину, 240 семей вновь живут в Аргееве. В экономическом плане заключен контракт с концерном «Себен», который в 2017 году открыл кабельный завод с рабочими местами для более чем трех тысяч человек, что значительно повлияло и на экономическое состояние всего муниципия. По словам Павла Вережану, каждый из проектов партии «Шор» работает сейчас и будет приносить пользу жителям Аргеева и в дальнейшем. Горожане, в свою очередь, отмечают – работой примара довольны. По словам людей, каждый из тех, кто ставил галочку в бюллетене напротив фамилии Вережану, голосовал за продолжение проектов, начатых политической партией «Шор» в 2015 году. «Чистота, порядок. Разные мероприятия. У нас Аргеев такого не видел раньше. Что-нибудь обратишься, он с такой улыбкой. Мы очень довольны. Мы выбрали со всей душой его. Очень хорошо. Очень хороший человек. Все делает для нас. Мы очень довольны. Освещение, ремонт дорог, хороший транспорт у нас, Аргеевский. Все хорошо. Все абсолютно. И понимает нас, и принимает нас. Когда мы хотим, на прием он нас принимает. «Смотрите, какая чистота. Идите в любом городе, не найдете такую красоту. Люди очень благодарны ему, что он старается для нас, для старых людей, для детей». «Все красиво. Очень красиво. Очень много делали. Примар или парк «Яшор», но самые красивые районы и город во всей республике». Операция «Двор», проект «Золотой возраст», крупнейший семейный парк развлечений «Архиленд», ремонт и реконструкция детских садов, питание дошколят по системе кейтеринг, социальная помощь пенсионерам и работникам дошкольных учреждений Аргеева и другие программы. Десятки проектов, инициированных Илоном Шором, продолжат работу, заверил Павел Вережану. Илон Шор когда-то пообещал превратить Аргеев в Монако. Уже сейчас для этого сделано немало. И в муниципии верят, раз Илон Шор сказал, так и будет. Перенесемся на юг страны. Важное событие для жителей Тараклеи. Политическая партия Шор начала установку лет-освещения в городе. Работу планируют завершить менее чем за три месяца. Проект разработали при поддержке политформирования под личным руководством примара Тараклеи Вячеслава Лупова. Старт работам он дал вместе с депутатом Региной Апостоловой. В Тараклеи началась модернизация системы уличного освещения. Самая масштабная на юге страны. Старт работам вместе с жителями дали примар города Вячеслав Лупов и депутат от политической партии Шор Регина Апостолова. По ее словам, большие инфраструктурные проекты внедряются в 43 населенных пунктах республики, которыми руководят примары от политформирования. Сегодня каждую неделю практически в тех коммунах, в тех селах, примариях, где стоят во главе представители партии Шор, идут и внедряются проекты. И один из первых проектов, который внедряется, это, конечно, проект освещения. Сегодня мы находимся в Тараклеи, город, где 74% жителей этого города отдали предпочтение представителю от партии Шор. И поэтому не случайно, согласно проектной документации, которая была сделана, сегодня здесь начинаются работы, связанные с освещением города Тараклеи. В городе установят более 2,5 тысяч современных экономичных и экологичных светодиодных ламп и протянут 65 километров кабеля. Работы планируют завершить в течение трех месяцев. И уже к пасхальным праздникам Тараклея станет одним из самых освещенных городов Молдовы. Все мы ждем и очень даже долго ждали. Давно у нас ничего не происходило, никаких изменений в нашем городе Тараклея. Наша партия Шор, есть эта программа в городе Тараклея, чтобы нам сделали освещение и чтобы мы жили, как в других городах, как, например, в Аргееве. Там красиво все сделано. В Тараклее освещение, конечно, у нас очень слабенькое. Если отойти на 50-100 метров от центра города, уже начинается сплошная темнота. Поэтому это очень нужная работа. После завершения проекта сумма, которую премырия платит за уличное освещение в настоящее время, когда освещается лишь треть города, покроет расходы на 100%. Я уже говорил неоднократно, что в 21 веке город Тараклея освещен всего на 36%. Это недопустимо, на мой взгляд. Поэтому это первое, что надо сделать. Начать мы решили отсюда, именно по этой причине, потому что здесь поликлиника. Напомним, политическая партия Шор реализует инфраструктурные и социальные проекты более чем в 100 населенных пунктах республики, где кандидатов от политформирования поддержали на парламентских и местных выборах. Как отметил председатель политической партии Шор Илон Шор, он гордится достижениями команды на юге республики. Цитата. «Через несколько месяцев Тараклея станет городом, где приятно гулять по вечерам. Я рад, что опыт Аргеева один за другим перенимает другие населенные пункты страны», написал депутат на своей странице в социальной сети, добавив, что люди не ошиблись, доверившись на местных выборах Вячеславу Лупову, которого выдвинула партия Шор. Как сообщил политик, вскоре начнутся и другие масштабные программы, нацеленные на повышение уровня жизни в Тараклее и других городах и селах Молдовы. На очереди Ханчешты. Далее о происшествии в главном городе страны. Груженный землей грузовик перевернулся сегодня утром в центре столицы. Авария произошла на пересечении улиц Александру Челбуны Армянской. Кадры с места происшествия разместили в соцсетях очевидцы. Как сообщается, пострадавших в результате инцидента нет, а случай даже не был зарегистрирован в полиции. Кроме того, два дня назад карета скорой помощи застряла в яме в одном из дворов Кишинева. Инцидент произошел ночью во дворе жилого дома на Буйканах, когда скорая направлялась к пациенту. Чтобы вытащить машину, понадобилась помощь спасателей. И в завершение у погоди. Движение по дорогам национального значения налажено, отмечают представители дорожной службы. Минувшей ночью в борьбе с гололедом в стране, в том числе и в столице, задействовали как рабочих, так и спецтранспорт. Между тем, в Молдове больше не действует желтый код метеоопасности из-за сильного ветра. По прогнозу метеорологов, нас ждут слабые снегопады по всей республике, а температура за окном в ближайшие дни будет плюсовой. Трасса на участке между селами Бурлычен и Южная Когульского района доступна для движения. Представители дорожной службы отмечают, накануне вечером на некоторых участках дорог появилась возможность задействовать более 200 рабочих и 125 единиц спецтранспорта для расчистки снега. Использовано почти 2000 тонн противогололедного материала. В столице сотрудники Эксдрупа на обработку дорог, тротуаров и дворов жилых домов израсходовали 4500 тонн соли. В работах участвовали более 30 спецавтомобилей. 7 февраля метеорологи прогнозируют слабые снегопады по всей стране. А в начале следующей недели Молдову ждет потепление до плюс 10 градусов днем. Такой была информационная картина дня. На этом я, Олеся Коряк, с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго, удачных выходных и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok